На своих экранах вы видите оперативную съемку ФСБ. В Твери пресечена деятельность преступной группы выходцев из Республики Азербайджан, причастных к реализации крупных партий контрафактной алкогольной продукции. Расследование по уголовному делу проводили следователи Московского межрайонного следственного отдела регионального следственного комитета. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Следственному суду установлено, что в период с 1 августа 2017 года по 1 марта 2018 года подсудимые приобрели в Московской области в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию количеством более 12 тысяч бутылок, а также немаркированные табачные изделия количеством свыше 6 тысяч пачек, после чего осуществили перевозку данной продукции в город Тверь, а затем хранили в целях сбыта данную продукцию на территории складов. Таким образом, действуя совместно и согласованно, подсудимые совершили незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, федеральными специальными марками, снабженные заведомо поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками на общую сумму не менее 3 миллионов 800 тысяч рублей, что признается особо крупным размером. В марте 2018 года преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. Подсудимые свою вину признали. За незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере суд назначил каждому по два года условно со штрафом в 100 тысяч рублей. В минувшие выходные на стрельбище Березина прошли тренировочные сборы среди спортсменов Тверской федерации практической стрельбы. Провел сборы Николай Оншин, человек, известный на всю Россию, тренер национальной сборной, мастер спорта международного класса, девятикратный чемпион России, чемпион мира, судья всероссийской категории, старший тренер Тверской федерации. Здесь, в Березино, на территории единственного в Тверской области оборудованного стрельбище Федерации практической стрельбы, проводятся тренировочные сборы сборной России. Здесь тренируются и проводят соревнования различные силовые подразделения региона. В этот воскресный день мы встретили здесь на тренировке ряд сотрудников Росгвардии. В Твери, насколько я знаю, было одно стрельбище, которое было закрыто, и у сотрудников полиции, ФСБ или даже школы милиции просто оказалось нет возможности тренироваться и проводить свои занятия. Благодаря открытию этого стрельбища здесь очень часто проводят свои тренировки и силовые подразделения, и разные военизированные организации. Все, что находится здесь, сделано силами и средствами федерации. Мы все сами, вот это все сами, сами, все сами. Нам никто ничего никогда не давал. Вот мы все это делаем сами, на своем энтузиазме, на своих средствах. И сделано довольно много. Это один из самых сейчас популярных центров стрелковых в России. Это единственное стрельбище в нашей Тверской области. Негде возможности тренироваться. Ближайшие стрельбища – это Москва и Московская область. Но ездить туда, конечно, это накладные, не сруги. Не наши тверские спортсмены в Москву, а из Москвы и Московской области сюда, в Тверскую область. Такое положение дел стало правилом. Тем более, что практическая стрельба в России стала очень популярным видом спорта. Людей, стреляющих в России или владеющих оружием, достаточно много. То есть на сегодняшний момент у нас 4,5 миллиона населения имеют оружие. И в общем количестве около 6 миллионов единиц оружия гражданского находятся в обороте. Это не считая частных окранных предприятий, которые тоже несут службу с оружием. Федерация у нас развивается достаточно быстрыми темпами. И на сегодняшний момент где-то около порядка, наверное, 25 тысяч спортсменов, по сведениям спорткомитетов, занимается практической стрельбой. На стрельбище используется оружие шести классов разной модификации. Мы не можем как граждане использовать боевое оружие. Также мы не можем использовать боевые патроны, которые имеют стальные сердечники, трассирующие, бронебойные. Эти все патроны запрещены как гражданскому обороту, так и к спортивному. Поэтому здесь мы можем использовать только гражданские версии оружия. Мы можем использовать пистолеты 9-миллиметровые. В гражданском обороте они у нас запрещены, поскольку не имеются возможности. Но клубы имеют право приобретать спортивные пистолеты крупного калибра и, соответственно, проводить занятия, как же на этом полигоне, уже с клубным оружием. Внимание! У нас очень строгие правила безопасности, поэтому со стрелком находится судья, который всегда следит за его действиями. То есть стрелку запрещается разворачивать оружие при выполнении упражнения дальше определенных углов. Даже при выполнении перемещений он не имеет права поворачивать оружие, не имеет права держать палец на спусковом крючке, если он не стреляет по мишеням во время перемещений. А это специальная зона, где можно разобрать, хвосту и поработать. Но здесь не должно быть боеприпасов. Это строгие правила, то есть в зоне безопасности боеприпасы запрещены, но можно работать с оружием. В 2019 году Тверской Федерации присвоено три мастера спорта. Один еще на подходе. У нас семь кандидатов в мастера спорта, у нас разрядники, у нас большой судейский корпус, у нас где-то порядка 27 человек судей. Работают на наших матчах, ездят по России по всей, отрабатывают на всероссийских матчах. Шесть человек у нас входит в сборную России по практической стрельбе. Это очень серьезный, очень серьезный показатель. Исходя из того, что сборная России порядка 25-30 человек. Шесть из них только Тверская Федерация. А еще в Тверской области по этому виду спорта серьезно работают с детьми. Для их возрастной категории оружие пневматическое. Призовые места тверских школьников. Повод надеяться, что наши юные спортсмены попадут в 2020 году в сборную России. А еще, по словам Дмитрия Колышкова, с 2020 года заключено соглашение со службой судебных приставов, которых планируют обучать по методикам практической стрельбы. Одна из целей регионального тренировочного центра практической стрельбы – привить у людей, желающих стрелять, культуру обращения с оружием. Самый возрастной, я сейчас не скажу, 75, да, наверное. Сан-Жиревский. А самым молодым детишками вы занимаетесь, да? С 11 лет. Мы никому не отказали, покажем, как стрелять, как безопасно обращаться с оружием. В первую очередь, как безопасно и культурно обращаться с оружием. У нас ведется документация соответствующая. Туда записываются все данные гражданина, записывается его разрешение на оружие. Значит, он проходит инструктаж по мерам безопасности на нашем стрельбище. Он расписывается соответствующие в книге инструктажа по безопасности. И только тогда, и только тогда, каким-то образом они допускаются на стрельбище. Если им необходимо, значит, наши инструктора подойдут, посмотрят. Более того, мы пытаемся обращать внимание и стараемся обращать внимание на то, как человек выглядит, как он себя ведет, адекватно, неадекватно. Выпивший есть запах, нет запаха. То есть, однозначно, ни с какими там алкогольными какими-то парами никто сюда допущен не будет. Стрелок сначала попадает в него, и он активирует вот эту мишень. И нужно попасть в нее в таком положении. Скоро это стрельбище должно преобразиться. Тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березина» включен в федеральную целевую программу развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Строительство нового полигона на порядок увеличит возможность тех, кто занимается стрельбой. Наша идея в чем? Построить именно многофункциональный центр, чтобы здесь могли заниматься все. То есть и стендовая стрельба, и практическая стрельба, и стрельба из арбалета, и пулевая стрельба, и стрельба из лука, и биатлонисты будут здесь тренироваться. Во-первых, это хорошая инвестиция в область. Во-вторых, это привлечение очень много народу сюда. А еще это возможность проводить в Тверском регионе крупнейшее соревнование европейского и мирового уровней по всем стрелковым видам спорта. А то, что здесь уже построено, так сказать, доморощенным способом, будет приведено к международным стандартам. Уже выполнены геодезические и геологические изыскания. Впереди большое строительство. То, что здесь сделано, все это есть в геодезической съемке. То есть, ну, значит, получается у нас такая история, что вот эти галереи, они не соответствуют немного проектным отметкам. Их придется нам двигать. То есть, когда проект накладывали сюда, на существующие уже галереи, получается, что нам их все равно придется пересыпать, переделывать, где-то подвигать, где-то отодвигать, где-то досыпать, где-то... В общем, это все в проекте учнено, это все считается, это все будет выполнено вот и до. Это ознакомление. Я задерживаюсь на мишеньке где-то порядка двух секунд. Это я ознакомился с упражнением. Еще раз. Девиз Тверской Федерации практической стрельбы – оружие доверять лучшим, а лучшим надо стать. Воспитание спортсменов лучшего российского уровня в немалой степени зависит от условий, в которых проходят тренировки. Важны эти условия и тем, кто должен постоянно, ежедневно тренировать в стрельбе свой навык для безопасности жителей Верхневолжья. КОНЕЦ